В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались в проделанной работе. Подробнее в сюжете. В городском округе Люберцы прошло традиционное оперативное совещание. Среди основных тем алгоритм работы по наиболее проблемным контейнерным площадкам в весенний период, работа общественного транспорта, ремонт многоквартирных домов и входных групп. За прошедшую неделю с территории округа вывезли около 45 тысяч кубических метров отходов. Из автомобилей, припаркованных вдоль тротуаров и вблизи контейнерных площадок, региональный оператор по некоторым адресам не смог своевременно вывезти твердые коммунальные отходы. На прошлой неделе мы получили снижение порядка 12 тысяч кубических метров. То есть это говорит о том, что основной вал весеннего мусора мы прошли. В общем, прошли достаточно неплохо. За прошедшую неделю зарегистрировано 10 случаев невывоза мусора. Один из них – это неприезд мусоровоза и 9 случаев запаркованных контейнерных площадок. Все случаи разобрали, мусор был вывезен во всех 9 случаях в течение суток. У меня вопрос по контейнерным площадкам, дополнительно лодке или бункеровозы, как их называют. Мы говорили о том, что работу нужно увеличить, количество, точнее, увеличить установленных. На прошлой неделе рекоператор докладывал, что было 8 установленных. На этой неделе порядка 20 переменно. От 18 до 22 у нас 8-кубовый контейнер стоит. Мы работаем с рекоператором, мы можем продолжать. Так как будет стоять бункеровоз, уже вот этот весь строительный мусор, который на фотографии, он не будет лежать на земле. Еще одна знаковая тема – капитальный ремонт многоквартирных домов и модернизация подъездов в Люберцах. В 153 МКД заменят фасады и инженерные системы. Также планируется обновить 129 подъездов. Все работы будут согласованы с жителями. 78 многоквартирных домов – это Люберц, 36 – Малаховка, 19 – Красково, Октябрьский – 8, Томилино – 12. В настоящий момент 42 дома уже находятся в работе. По системе замены газоснабжающего оборудования спецгазстрой компания проведет ремонт 32 многоквартирных домов. Там, где у нас идет ремонт фасадов, Владимир Михайлович, в обязательном порядке мы синхронизировали данные работы с ремонтом газового оборудования, для того, чтобы в будущем не заходить заново и не наносить вред тому фасаду, который был по программе капремонта отремонтирован. На прошлой неделе в округе проводились профилактические рейды по предотвращению дорожно-транспортного травматизма на железнодорожных путях. По профилактике травматизма на железнодорожном транспорте проведено 56 проверок, 79 бесед и выписано 16 штрафов. Также участники совещания обсудили вопросы оперативной обстановки в округе, развития спорта и работу территориальных управлений. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ Всем хороших рабочих людей!